Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. В Пришахтинске открыли новые дошкольные учреждения. На сколько мест рассчитан детский садик? Уроком уважения к старшим назвали родители массовую драку в казахско-турецком лицее. Подвергались ли школьники избиением со стороны старшеклассников? Вы узнаете из сюжета о Имамриной. Сколько в Караганде дворовых территорий находится в плачевном состоянии? Узнавали наши корреспонденты. Обо всем по порядку. Необычный подарок жителям Пришахтинска сделали карагандинские предприниматели. Совместными усилиями с Акиматом в области открыли дошкольные учреждения. Сегодня его посетил один из первых гостей. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Вместе с ним познакомиться с апартаментами учреждения образования решили и мы. Новый детский сад на 320 мест Ахжаркан распахнул свои двери для жителей Пришахтинска. Сегодня в стенах дошкольного учреждения настоящий праздник. Еще бы, ведь малышей посетил сам Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Сегодня здесь уже занимаются около 100 малышей. Рады этому в первую очередь родители, ведь в современных группах есть все условия для обучения и воспитания подрастающего поколения. Екатерина Климкина привела в новый детский сад своего трехлетнего сына. Со слов мамочки, они встали в очередь в государственное дошкольное учреждение еще с рождения. Однако уже летом поняли, что туда им не попасть. Детей в Пришахтинске очень много, а садиков по пальцам можно пересчитать. Сейчас и сын, и мама довольны. Все лучше, чем отдавать в руки неквалифицированных нянь на дому, говорит женщина. Здесь мы знаем, что здесь педагоги, здесь определенный режим. Правила, питание, то есть все соответствует абсолютно. То есть с 7 до 7 режим, тоже если я работаю, например, с 8 до 6, меня полностью устраивает. Собрались в этот день и родители пока немногочисленных воспитанников. Глава региона поздравил их с первыми шагами в светлое будущее, которые робко сделали их дети. Они отсюда выйдут достойными нашими дошколятами, дальше будут учиться в школе, получат здесь знания для того, чтобы хорошо учиться в школе. И для них это будет действительно радостное, счастливое детство. Яслиса так жаркан действительно впечатляет. Современное оборудование, соляная шахта и педагоги – все как на подбор. Идея открытия дошкольного учреждения, со слов владелицы, пришла не случайно. Будучи матерью пятерых детей, она сама когда-то столкнулась с проблемой нехватки мест в садиках. В нашем детском саду мы будем обучать детей на трех языках. С трех лет на русском, на казахском, на английском языке. Для того, чтобы у детей повысить иммунитет, мы открыли здесь соляную шахту. Это профилактика бронхолегочных заболеваний, аллергических заболеваний. Со слов бизнес-леди, потребность детей в детских садах в шахтерской столице очень высокая. Особенно страдают жители Пришахтинска. Чтобы полностью решить эту проблему, численность садиков нужно увеличивать. Огорчает лишь тот факт, что в открытом учреждении образования лишь две группы с государственным и целых 10 с русским языком обучения. Аймам Ренаж Аслам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Еще ряд проектов одобрили в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Встреча прошла под председательством Акима области Нурмухамбета Абдибекова. Основной темой заседания было предоставление грантов. Подробности в следующем материале. В текущем году на реализацию грантов на финансирование средств республиканского бюджета выделено 104 миллиона тенге. В конкурсной комиссии проведена работа по отбору проектов, выработаны соответствующие рекомендации. Максимальная сумма гранта составляет 3 миллиона тенге. На сегодняшний день из числа поданных 187 заявлений одобрены 11 проектов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» и 26 по программе «Развитие моногородов». Комиссия рассматривала претендентов по следующим критериям. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок представила рекомендации на основании следующих критериев оценки бизнес-проекта предпринимателя. Новизна бизнес-идей, она для инвалидов не применяется. Конкурентноспособность бизнес-проекта, проработка рыночной потребности, маркетинговый анализ, размер собственных средств на развитие бизнеса, готовность бизнес-проекта к внедрению, количество рабочих мест, которые будут созданы в процессе реализации проекта, обоснованность запрашиваемых средств и перспективность проекта в будущем. О продлении договора субсидирования по проекту строительства логистического центра выступил директор компании «Ригер» Мейрам Кобылов. По словам предпринимателя, в период кризиса им удалось выполнить свои обязанности перед населением. Основную задачу свою – обеспечение населения медикаментами и сдерживание цен на выполнение. Ни у каких надзорных органов, в том числе и самого страшного, на который анапольный комитет, вопросов не возникло ни разу. Продлили договоры субсидирования и по проекту строительства логистического центра. По завершению заседания глава региона поручил Управлению предпринимательства в кратчайшие сроки направить список одобренных проектов в фонд развития дому, банки второго уровня и акиматы городов и районов для проведения соответствующих процедур. Амина Смакова, Ожас Габасов, Арман Нартаев, Перу Карагандинский. Подвелись итоги по сдаче новых домов, пострадавших от весеннего паводка в Каркаролинском районе. Строительство проводилось в селах Анталы, Матак, Куктас, Туктар и в селе Нуркен. Для строительства 20 домов было выделено бюджетных 181 млн 606 тыс. тенге. Подробности далее. Вследствие паводка в Каркаролинском районе пострадали 288 домов. Из них независимой экспертной комиссии аварийными и непригодными для жилья было признано 30 домов. Все ремонтно-строительные работы велись шестью подрядными организациями в соответствии с установленными сроками. В период паводка мы пережили нелегкие времена. Как видите, все разрешилось. Мы очень благодарны всем за то, что не оставили нас в беде и оказали своевременную помощь. Новый дом, конечно, лучше, чем наш старый. Большой, светлый, уютный. У нас сейчас приятные хлопоты, так как мы с семьей обстраиваемся. Три дома были построены за счет средств общественного фонда. А с семи семьям, не имеющих право устанавливающих документов на земельные участки недвижимости, организован был выкуп готового жилья. В результате весеннего паводка в районе пострадали 11 сельских местностей. Из них 288 домов были признаны аварийными, а 30 домов посчитались непригодными. На сегодня мы проделали много работ, оказали своевременную помощь и сейчас уже официально вручаем ключи новоселам. Кроме того, всем пострадавшим выплачена компенсация на общую сумму 27 миллионов 617 тысяч тенге. Другие новоселы также высказали благодарность властям заказанную помощь и своевременное предоставление жилья. Гульза Ацахва, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться, и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жители шахтерской столицы опасаются за жизнь своих детей. Вот уже около пяти лет дворы по проспекту Республики не видели ремонта. Маленькие жители шахтерской столицы вынуждены играть на аварийных детских сооружениях. Какие еще детские площадки находятся в черном списке, по благоустройству знает наша съемочная группа. Такую ситуацию можно наблюдать во многих дворах города. Некоторые детские площадки подлежат восстановлению или же вовсе капитальному ремонту. Сломанные лавочки, поврежденные горки, качели и тренажеры. Именно такую картину можно увидеть в наших так называемых благоустроенных дворах. Жители районов и вовсе обеспокоены из-за жизни своих детей. С детьми приходим почти каждый день сюда гулять, когда погода позволяет. Элементарно с ребенка пойти погулять, как здесь все сломано. Ребенок не может пробежаться, поиграться. Элементарно боишься, что упадет. Ловишь ребенка, даже там все железное, все сломано, штыри вот эти. Ребенок бежит, я вот буквально споймала его, а лицом упадет, это вообще ужас. Боишься за ребенка. Я считаю, уже давно пора, мне кажется, все починить, как-то порядок привести. Однако, когда же все уже проведут, ремонтные работы на детских площадках ответственные органы так и не сказали. Комментариев от местных властей журналисты Первого Карагандинского канала так и не дождались. Тем временем, совсем недавно, в городе были благоустроены пять центральных улиц. Когда же власти доберутся до остальных дворов, территория остается неизвестным. На сегодняшний день в районе имени Казбекби мы завершили уже благоустройство пяти дворовых территорий и строительство сквера на пересечении улиц Муканова и Республики. К слову, оставляет желать лучшего состояния дворовых территорий в районе Голубых Плюдов, Вечного Огня и сквера на проспекте Республики. Пока решается вопрос об их восстановлении, дети вынуждены играть на обломках любимых качелей. Каждый день со своим внуком гуляю на этой площадке. В первоначальном состоянии конечно площадка была изумительная. Народа здесь было очень много, всегда малыши. Ну, как видите, сейчас в общем-то площадка в угрожающем состоянии. Разбиты перила, разбитые ступеньки, торчат проволока, гвозди. За малышами теперь здесь нужен присмотр настолько, что буквально рядом с ним стоять и за ручкой держать его. В мае текущего года в Шахтинске двухлетняя девочка погибла, упав под движущуюся карусель. И это не последний случай. Летом лишился мизинца на детской площадке, катая с горки четырехлетний Данила Шишков. Его пальчик остался между острыми металлическими листьями, на которых разошлись сварочные швы. В начале октября в городе Тимирта восьмилетняя девочка сломала ногу. Врачи поставили диагноз открытый осколчатый перелом. Празднование, посвященное 550-летию Казахского ханства в спорткомплексе Жастар организовали в виде театрализованного представления. К масштабному мероприятию организаторы готовились целый год. В течение этого времени члены дворовых клубов изучали исторические факты и просматривали фильмы. Оправдались ли их старания, узнавали наши журналисты. Основной темой представления было направлено на провозглашение казахского ханства. На сцене были показаны образы султанов Жанебека и Кирея, государственных деятелей и других исторических персонажей. У нас есть спортивная, есть патриотическая, кружковая деятельность, холлиграфическая, театральные кружки. Вот как раз таки они принимают участие в данном мероприятии. Всего в представлении были задействованы более 150 человек. Всех исторических персонажей сыграли руководители стадиона «Шахтер». Кроме того, представилась уникальная «Казахстан». Это мероприятие покажет историю наших предков, наше историческое прошлое. Мы очень старательно готовились к концерту и сегодня готовы представить свое творчество. Сегодня мы хотим вам представить наши танцы и наше искусство. В представлении также участвовали спортсмены-борцы «Беркучи» и вокальная группа из концертного объединения имени Кали Байжанова. Это мероприятие послужило еще одним событием, которое наложит путь к патриотизму и любви к историческим ценностям великого казахского народа. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Родители пострадавших детей в казахско-турецком лицее опровергли информацию о систематических избиениях их чад. Массовую драку в стенах учебного заведения они назвали уроком уважения, который преподали старшие школьники младшим. Сегодня родители впервые официально выступили перед журналистами. Инга Фадина, мама пострадавшего семиклассника, единственная из присутствовавших родителей, чей ребенок получил побои. Остальные пришли ее поддержать. Со слов Инги, инцидент, произошедший в лицее, уже исчерпан. Зачинщики драки, двое восьмиклассников отчислены, а весь шум вокруг этого случая она назвала преувеличенным. При этом призналась, когда узнала о том, что пострадал ее сын, она первая написала заявление в полицию. Произошла стычка между мальчишками, естественно. Он кому-то куда-то попал, ему кто-то куда-то попал. Это мальчишки, они выясняют отношения. А я подумала, что там действительно массовое избиение и всякое такое. Это мое право, извините, я мама. Мне просто немножечко жаль, что так все получилось, что пострадал, например, наш директор. Родители считают, что директор просто попал под раздачу. Сейчас с их слов они убедились, что массовая драка это единичный случай применения силы старшеклассниками. Также они опровергли информацию о стриптизе, который якобы заставляли танцевать учеников. Факта вымогательства в КТЛ не было. Недостоверна информация и о детях высокопоставленных чиновников, которые якобы издевались над нашими. Очень жаль, что эта история стала поводом увольнения директора и подняла столько шума в СМИ. Мы не хотим, чтобы многолетний труд и авторитет лицея пострадал. Между тем, никто из собравшихся причины конфликта между учащимися назвать не смог. Однако они заявили, что родители пострадавших учеников, написавшие коллективное заявление о систематических избиениях и издевательствах, потихоньку забирают их. Инцидент пытаются сгладить. О состоянии остальных пострадавших детей пока ничего не известно. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Столетие выдающегося государственного деятеля Казахстана Жумабека Ташенова и 550-летие казахского ханства отметили в Караганде. В честь знаменательных дат провели республиканскую научно-практическую конференцию Олтухрухтанг-символа Жумабек Ташенов. На конференции присутствовали известные личности Казахстана. Поэты, ученые, студенты и преподаватели. На мероприятие приехали и родственники Жумабека Ташенова. Через изучение истории независимого Казахстана ее трагических и великих страниц можно формировать патриотизм так называемый так понимаемый как любовь к родине как гражданская ответственность за ее судьбу. Основой патриотического воспитания является и изучение жизни великих исторических личностей составляющей гордой страны. Одной из такой личностью для современного Казахстана является Жумабека Ташенов. Основная цель конференции воспитать патриотизм и любовь к своей стране. Рассказать молодежи о гражданской позиции Жумабека Ташенова. Для всех присутствующих показали фильм о великом сыне казахского народа. К мероприятию готовились не только руководство университета. В организации принимали активное участие и студенты вузов. Студенты принимали участие. Мы выпустили труды конференции. Там в том числе есть научные труды студентов университета и студентов других высших учебных заведений. В начале 60-х годов возникла серьезная угроза территориальному единству республики. Хрущев пытался присоединить часть казахских земель к центру России. Однако Жумабеку Ташенову удалось отстоять территориальную целостность страны. Теперь его вклад в процветание государства является примером для нынешней молодежи. Паскетическое воспитание казахского молодежи политехнический университет в этом деле живущий предприятие нашей страны. А в Караганевском университете создано уникальная модель паскетического воспитания. Те события, которые были тайной присоветской власти, сейчас известны всем. Организаторы конференции уверены, что благодаря таким мероприятиям молодежь не забудет о подвигах наших героев. Для участников конференции организовали выставку на тему 550-летия казахского ханства и столетия Жумабека Ташенова. Здесь представлена литература об исторических личностях Казахстана, биография Жумабека Ахметовича и его семейные фотографии. Лариса Хусыринова, Тольген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С 10 октября будет сокращена схема движения регулярного маршрутного автобуса номер 011 до остановочного пункта спортшкола. Движение маршрута будет осуществляться по следующим улицам. Улица Татимбета, улица Букетова, автостанция Юго-Восток, проспект Республики, улица Гоголя, проспект Нуркена-Абдирова, проспект Бухаржурау, улица Чкалова, улица Кривогуза, улица Газалива, улица Ержанова. Интервал движения 5-6 минут. К другим новостям. Жильцы Новодолинки жалуются на местные власти, что разорванный электрический провод, по которому передается электричество, подвергает их опасности прямо у них в доме. На крик народа никто не откликается, переводя проблему на самих жильцов. Провод временами замыкается, и в любой момент он может спровоцировать пожар, считают жители. Проблема электроснабжения у жителей Новодолинки затрагивалась и ранее. По словам жильцов, у них 5 раз в году поднимается тариф на электричество. Но почему-то эта проблема остается нерешенной. И теперь за последствия оторванного провода им не до сна. Провод еще в прошлом, позапрошлом году была Захарова здесь. И она сказала нашей электрике, провод был оголенный, ветром порвало провод. И мы вызвали электрику. Электрики пришли, говорит, вас сделали, тут они соединили кое-как на улице. А туда, по чердаке, туда мы даже не сунемся. Я говорю, почему не сунетесь? Потому что там весь провод перегорел. Жители каждый раз обращаются за помощью, но им ничего не делают. Только твердят, что их территория не рассматривается под их участок. Возмущенный народ не понимает, за что платить, когда всеобщая проблема остается неизменной. Меренники не принимаются. Они приехали, посмотрели, надо менять кабель. Меняйте. От столба до дома это же ваша территория. Если мы платим деньги, а деньги мы платим, у нас самая большая почти 20 тенге за киловатт. Выше, по-моему, в Карганинской области нигде нет. А за что платят? Мы уже столько раз обращались за помощью по поводу электрического провода, но никто не пытается нам помочь. У меня у самой пятеро детей нет возможности для замены кабеля. Мы все боимся, что если пойдет дождь, замкнет и весь дом сгорит. Здесь уже когда-то был пожар из-за замыкания провода, но, к счастью, люди вовремя успели его потушить. Подобный случай может повториться в любую секунду, так как в округе детей много и опасностей стоит остерегаться. 10 октября в рамках осеннего обмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории города состоится общий областной субботник. Просим всех жителей города принять активное участие. Чистота – залог здоровья. А сразу после новостей смотрите авторскую программу у нас Гульта Липовой. Давай попробуем. Гость программы олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев. Ну, бывает слеза пробивает, да. Это как бы чувство патриотизма, чувство гордости за страну, чувство, наверное, радости, больше это слеза от радости. То, что выполнил, все, что планировал. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова